Мобильные телефоны Роспотребнадзор объясняет эту меру тем, что изучение новой информации со смартфона может привести к напряжению органов зрения и нарушению осанки. Но это только верхушка айсберга последствий предостерегает аккредитованный Роскомнадзором эксперт информационной продукции. Глаз не приспособлен к тому, чтобы усваивать отраженный свет от экрана. Мы должны читать с бумажного носителя, а не со светящегося экрана. Глаз — это единственный орган человека, который напрямую связан с мозгом. Поэтому утомление глаза — это утомление мозга. Накопленный, так называемый, кумулятивный эффект утомления и ведет к депрессивным синдромам различным. То есть вся нервная система находится в таком неком подавленном состоянии, если накапливается это утомление. Отсутствие торможения в мозгу, потому что постоянное возбуждение, в том числе от экранного света, в том числе в ночное время. Один из признаков расстройств, который сразу можно диагностировать, что он вызван именно источниками информационных технологий, — это расстройство сна. Мало кто из родителей знает, что дошкольники 15 минут должны проводить за экраном в течение дня. Интернет — пространство не только возможностей, но и рисков. А психологические особенности делают подростков наиболее уязвимыми, приводя к цифровой зависимости. Ну, как правило, первые моменты родители пропускают все равно, потому что сейчас уже в массовом вовлечении детей очень трудно говорить о первых моментах. Как правило, наоборот, острые проявления неврозов характерны тем, что если вы три раза попросили ребенка оторваться от игры, выйти из соцсетей, или чем он там занимается, да, вот это пристывший или застывший взгляд, прилипший к экрану, вы вдруг захотели прервать, да, и три раза попросили ребенка это сделать. И если в течение 10 минут он все еще это не сделал, вы можете говорить об устойчивой цифровой зависимости. Во-первых, гаджеты не зло, ну, то есть это неизбежность современности, поэтому ребенок, которого мы изолируем полностью от гаджетов, он будет страдать в самореализации в будущем, вообще в трудовой реализации в том числе. Поэтому любая крайность в пагубу дорогу, то есть мы не можем взять и выключить гаджеты. Но когда гаджеты начинают нами владеть, вот это уже проблема, поэтому на что нужно обращать внимание, так это на цифровой детокс, так называемый, то есть должна быть определенная цифровая гигиена, картинка и качество контента, который он потребляет через видеоигры. Мы не можем таким образом завладеть его в реальном мире. Контент красочный, яркий, смена событий и так далее, и так далее, все привлекает его внимание. Когда он выходит в обычную жизнь, учитель не может предоставить подобного. И поэтому, конечно, он отвлекается, говорит, ой, давайте же чем-нибудь другим позанимаемся. В этом смысле гигиена, цифровая гигиена, наше все. То есть время, когда гаджет вне доступа, и в некоторых школах это не обсуждается. Вот у нас ящики. Ну, так как младшие классы, только третий, четвертый, поэтому вот с пятого по одиннадцатый, третий, четвертый, потому что первых трех классов телефон они не носят, их родители привозят, поэтому телефон они не носят. Это нумерация классов, а внутри? Внутри, ну вот, одиннадцатый класс можем взять. Здесь у нас вот, у них как журнальчик, вот они здесь вписывают, расписывают дата, кто и подпись. Вот у них, ну вот сегодня, вот, 18-й сегодняшний, вот модель телефона. И модель телефона, да? Да, это подпись классного руководителя, что она принимала, когда телефоны сдавали. Ну, вот у них так расчертен журнальчик. Ага, и все телефоны находятся у классного руководителя? Ну, в принципе, вот так, рабочая обстановка и журнальчик. Мы у детей забираем и умные часы, потому что ребенок сидит, к нему приходят уведомления на телефон, что ему кто-то позвонил, написал. Поэтому все умные часы, все гаджеты, да, они сдают все. То есть у нас запрещено все абсолютно. Только вот и пришел сам дневник, ручка и учиться. Если ребенку надо, необходимо позвонить родителю. Он приходит на пост охраны, набирает родителя. Или от классного руководителя может в случае необходимости позвонить. Конечно, мы тоже используем там интернет в школе, но это все кабельный интернет. У нас Wi-Fi в школе нет. Вот, поэтому дети не могут подключиться к Wi-Fi. Они только вот компьютер, который контролируем и учителем. Заполучить гаджет на переменах тоже не получится. Но досуг продумали. Отдохнуть от занятий можно, играя в теннис, шахматы, шашки. Увлекает сильнее, чем игра в мобилке. Жаль, перемена пролетает быстро. Старшеклассники изобретательны, скажем так. Пару раз мы находили вторые телефоны у детей, но больше они не носят, потому что наказание. Забираем телефон, отдаем лично в руки родителям. Это предупреждение, это такой протокол, скажем так. И детей это мотивирует. Ребята, которые переходят из других школ, им сложнее, потому что они уже привыкли с телефонами. Но потом адаптируются, и сейчас для них это нормально. То есть они знают, телефон сдал, пошел, после уроков, пожалуйста, бери телефон. Под контролем родителей, и там уже родители ответственны за детей. Вот уже 13 лет, как этого правила, придерживаются ученики школы. Когда под рукой нет смартфона, то у учителя есть все шансы оценить знания ребенка, а не его способность быстро найти нужный ответ при помощи заветного гаджета. Сейчас у нас информационное общество, дети очень легко владеют телефоном, они легко заходят в интернет, и даже, наверное, лучше многих учителей с ними справляются. Естественно, это для образовательного процесса большая проблема, потому что дети легко заходят, могут найти ответ на любой практический вопрос. Я вот работала раньше в Воронеже, вот, у нас дети, естественно, не сдавали телефоны, я работала в общеобразовательной школе, в обычной, большой, там было около тысячи учеников. Понимаете, даже если ты запрещаешь, есть дети, которые как бы ответственные, они будут слушать тебя, а есть дети, которые, ну, есть же дети разные, да, вот, такие бунтари, которые не хотят всегда подчиняться, и когда там пытаются под партой, ну, мобильный телефон же маленький, его легко найти, там, где-то спрятать его и так далее. То есть, конечно же, это, ну, хорошо, что у нас можно сдавать телефоны. В правилах школы в уставе школы этот вопрос прописан, поэтому родители в большинстве своем и ведут школу к нам, потому что они и сами с детьми дома сражаются с интернетом и с телефонами, и у нас все родители только за. Игра в дошкольном возрасте как способ познания мира и в младшем школьном возрасте. А вот с 12 лет ведущей деятельностью становится общение, общение со сверстниками. В период с 12 до 15 лет, проведя в виртуальном формате общения, он вряд ли научится нормально общаться с окружающими. То есть, все абсолютно расстройства аутистического спектра, они очень тесно связаны с экранной зависимостью. Дети, они сканеры, они… Все считывают с родителей. То есть, если вы, как родитель, проводите свой досуг, так скажем, в смартфоне, да, залипая, естественно, дети полностью делают то же самое, что и вы. Единственное, что у них этого досуга гораздо больше, чем у вас. Как вариант выхода из нарастающей проблемы – помочь детям разнообразить досуг, заменив игру компьютерную на игру настольную, которая дает то самое живое, а не суррогатное виртуальное общение. Дети, вот они сейчас, как здесь, в данном случае, видят друг друга впервые, но играют все очень дружно. И некоторые даже приходили, детки, родители приводили, говорили, вот смотрите, вот эти два мальчика, они не могут вообще никак ужиться друг с другом, вот они дома постоянно дерутся, повнимательнее, чтобы они вам тут не разнесли ваши антикафе. Превосходно играли, просто душа в душу, просто замечательно. Многим людям, да, когда мы говорим о настольных играх, сразу представляют себе лото, кубики-фишки, ну, в лучшем случае, там, шахматы, нарды, вот, и домино. Вот все, что мы могли, да, вспомнить. Ну, кто-то еще более продвинутый, они знают монополию, да, что они там в детстве когда-то мечтали, там, или играли в нее, вот. Но сейчас настольные игры настолько продвинулись, очень много на развитие логики, тактики, стратегии, то есть мышление у ребенка развивается очень сильно. Большая проблема у взрослых, говорят, они, ну, нам неинтересно играть с детьми, потому что, ну, приходится поддаваться как-то. Сейчас выбор настольных игр настолько большой, и есть кооперативные игры, которые позволяют вместе играть против игры, то есть такие объединяющие, особенно, ну, актуально, наверное, для тех, у которых двое, там, или трое детей в семье, и которые ссорятся все время. Организаторы этой игровой площадки уверены, что самое ценное семейное время, которого обычно мы сами себя лишаем, это когда дети играют вместе с родителями. Давай, теперь я. И считать по-честному тоже важно. Да, если ты фишку взял, она отлетела, даже сюда, то уже ее брать нельзя. Вы с сыном? Да. Это он так болеет за вас, да? Нет, это он где-то чем-то другим там занимает. Здесь не раздается Wi-Fi детям однозначно. Здесь однозначно не играют в компьютерные игры, здесь нет даже телевизоров, нет никаких приставок. Ну, для этого было специально сделано это многообразие игр. Но любую игру интересной делают именно участники. Их эмоции, реакция, шутки. Ребенок проявляет себя и учится общаться, взаимодействуя с другими. Это не идет ни в какое сравнение с драйвом компьютерной игры, говорят психологи. Как же помочь ребенку вырваться из виртуальной реальности? Советов, конечно, можно много надавать. Например, узнайте, в какие игры играет ваш ребенок. Попробуйте сами поиграть. Вы наверняка увидите что-то, что его манит, и попробуйте найти в реальной жизни, а не в виртуальной подобную сферу, которая позволит им реализовываться. Ну и, конечно же, позволяйте детям брать ответственность за что-то. Они очень хотят быть востребованными, они очень хотят быть социально значимыми. Поэтому, когда мы везде взрослые всегда круче и умнее, и сильнее, то они в итоге начинают уходить в виртуалку, потому что там они круче нас, сильнее. Что делали люди, которые, в принципе, стояли у основания разработок, да, вот этих цифровой эры нашей? Они своим детям разрешали пользоваться в обычную неделю чем угодно, но на выходные дни не пользовались сами и детям не разрешали. К сожалению, многие родители современные, они делают наоборот. То есть ты во время рабочей недели не пользуйся, учись, а вот будут выходные, и возьмешь, и будешь пользоваться. И вот и называется, ну, что мы получаем? Обычная жизнь — это грустная рутина, но на выходных ты сможешь побыть нормально собой. Если мы видим, что ребенок уходит в игру, вот именно там он проживает свою как будто бы настоящую жизнь. То есть отсюда он хочет из этой жизни убежать, и там себя пытается реализовывать. И чаще всего у него там что-то получается, да, то есть там он в игре получает нечто, чего не получает здесь. И вот наша задача как родителей, как педагогов, устроить ему в этом реальном мире и поместить его в ситуацию своего собственного успеха. В образовательном процессе — это когда мы даем ребенку возможность увидеть свой собственный результат за короткий промежуток времени. Например, трудности с каким-то предметом или, например, с почерком, которые у него были в школе, мы можем показать ему результат за короткий промежуток времени. И тогда он вау, то есть у меня что-то вчера не получалось, я чего-то не мог, а сейчас могу. Кстати, отмечено, что у современных детей очень слабо развита моторика, и как результат проблемы с почерком. Сейчас в основном работают два пальца, это те, которые нажимают на клавиши мышки. Ряд упражнений может помочь в коррекции, которая многим не помешает. Нужно вращать орешки так, чтобы они, вращаясь руки, не соприкасались друг с другом. Благодаря этому упражнению мы развиваем правое и левое полушария. Во-вторых, мы восстанавливаем межполушарные связи, их развиваем. Больше того, орешки – это не шарики, они не гладкие, у них есть определенная структура поверхности. И когда мы их вращаем, еще и массаж руки, на которой очень много на ладошке у нас расположено акупунктурных точек. Поэтому весьма хорошее упражнение. И мама, как сказала сегодня нашей ученице, что ее упражнение сегодня закончилось тем, что свои орешки она съела. Поэтому двойная или даже тройная польза для мозга. И к тому же это игра, которая так необходима детям. Да, да. Психологи считают, что успеваемость школьника зависит и от того, сколько времени он проводит у экрана любого девайса. А его психическое здоровье зависит от потребляемого контента, безопасность которого необходимо обслеживать. Проводилось два круглых стола с участием от заместителя губернатора до представителей разных департаментов, не только образования. И шла речь о том, что необходимо создать такой прецедент в виде региональной программы, которая бы обеспечивала комплексную защиту, информационную защиту детства в Севастополе. И так как это дело новое, я прекрасно даю себе отчет, что не все понимают, что для этого необходимо сделать, какие шаги. И в этом плане очень помог бы такой проектный подход. То есть мы сейчас будем пытаться уже второй заход, потому что оригинальная программа была начата, но она не была реализована, не была даже утверждена и принята. Но все-таки, на наш взгляд, правильнее было бы не департаменту образования еще одну сферзадачу поручить, потому что у них и так очень большая повестка и очень достаточно напряженная. А все-таки это сфера безопасности, это департамент общественной безопасности. И я, входя в общественный совет, как раз поднимала вопрос о том, что необходимо эту программу уже скомпоновать и представить на рассмотрение, сделать такое, может быть, еще обсуждение между межведомственное и привлекать, конечно, общественность. Укрепить информационный иммунитет детей должны помочь сертифицированные площадки, где ребенок защищен от вредоносной информации. Но эту защиту необходимо учиться выстраивать и самим родителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова